По философии Канта следующее интересное наблюдение. Дело в том, что Кант отталкивается от философии Юма. Это, кстати, нам тоже важно. Ты же не про это говорила. Сейчас я просто сдалека захожу. Ну, ты сейчас будешь полчаса подходить. Давай и сразу. Не-не-не, это важное просто замечание. Почему? Потому что это как раз и есть. Я быстро сейчас подает этот вопрос. А Юм как бы он эмпирист. Он как бы возводит все понятия, которые произошли из опыта. И у Юма получается следующее противоречие. В общем, как бы важно, что да, понятия-то может из опыта произошли, а как мы связь-то понятием налаживаем? То есть, допустим, вот причина-следственная связь. Понятие из опыта хорошо, а связь-то откуда? Связь и опыт это нет, необходимая связь. Но в опыте, допустим, есть следование одно за другим во время. А связь, в смысле причина-следственная, в смысле логически необходимая связь, откуда она возьмется? Этой связи нет. И он говорит, что эта связь, она есть только дело привычки. И всякая наука, это просто как бы в этом смысле получается невозможно. Ну что, наука же ведь о чем говорит? Она говорит, что мы постигаем некие всеобщее необходимое. И как бы наше знание, оно на самом деле является знанием в этом смысле. То есть, смысле всеобщести и необходимости. А согласно ему получается, что она невозможна. А Канжи ведь озаботился тем, как возможно естество знаний и математики. Ему было очень важно оправдать эти науки. Поэтому он начинает с того, почему у него вот идея, откуда у него взялась априорность. Что эти понятия, они не из опыта. Они из другого источника. Они из субъективности. То есть, он противопоставляется, получается, Юму. Он отталкивается от постановки вопроса Юма. И у него получается так. Есть ли понятия не из опыта, есть ли они априорны. Все с наукой сразу нормально. Почему нормально? Ну, потому что как бы внутри нас эта всеобщесть необходимость уже заранее есть. Она априорна. Все это наши некие внутренние конструкции. Никаких проблем нет. Теперь ему надо это обосновать. Ведь это одно дело, как бы просто построить проект, новый проект. Вот это он назвал, это Копернянский переворот. То есть, Юмг, это как бы замена позиции Юма на свою позицию. Он назвал Копернянским переворотом. Переворотом в том смысле, что типа раньше считали, что наше опознание должно с предметами сообразовываться. То есть, мы из опыта понятия добываем. А теперь наоборот, что на самом деле опыт должен сообразовываться с нашими внутренними формами. Копернянскими переворотом. Вот он это называется Копернянским переворотом. Но самое важное не это. Теперь Канты задумался, как это обосновать. Обосновать-то это трудно. Действительно. Но, в чем состоит как бы подмена? Подмена состоит в том, что вся проблема Юма состояла в том, что понятие-то мы добываем из опыта, проблем-то нет. Что связь на самом деле мы из опыта не можем добыть. Что связь, необходимые связи, мы не можем обосновать опытом. А Кант ведь о чем говорит? Например, когда он рассматривает трансцендентальную эстетику и говорит о созерцании. Что понятие пространство и время определенное. То есть подмена самого тезиса. То есть Юм говорил о связи, то есть о суждениях он говорил. Что такое связь понятия? Это некое суждение. Он говорит, что это суждение не является необходимым и всеобщим. Вот эта связь мы добыть из опыта не можем. А Кант говорит уже не о связи понятий. Он вообще говорит о неких как бы сущих, типа пространств-время. Или когда в рассудке рассуждает, он уже тоже говорит не о связи рассудочных понятий. А о чем? Об отдельных понятиях. То есть это уже есть подмена понятий. Это уже есть на самом деле ошибка. Уже на самом деле изменение постановки вопроса. Причем синтетические-то суждения, собственно, у него как раз невозможно опять же. Вот если как бы связь это суждение, связь понятия, то не задается ли Юм вопросом, Кантовским, возможно ли синтетические суждения? В смысле Юма невозможно? В смысле Юма вообще никакие науки невозможны? Все есть привычка. Ну просто получается, что Кант в этом функции-то как раз и повторяет. Раз у него синтетические суждения невозможно. Или синтетические у него понимаются не так? Синтетические суждения у него понимаются как связь каких-то понятий, которые добывают новые знания дают. А, вот так. Наоборот. То есть как раз у Канта-то все возможно. И с этим-то как раз понятие у него все нормально. Разве? Да. Другое дело, что просто, допустим, вот возьмем, не будем брать понятия, да, там, возьмем просто пространство-время. Это же не является суждением. Именно поэтому здесь постановка Юма не является корректной. Значит, получается, он изменил изначальную постановку задачи. Получается, изменил, изменил. Совершил некую подмену одной задачи другой? Совершил. Но это ладно. Допустим, он может ставить новую задачу. В конце концов, карта имеет право поставить свою новую задачу. Что важно? Нужно выбрать какой-то критерий, согласно которому он будет обосновывать, почему всеобщность и необходимость не присутствуют в опыте. У него, на самом деле, главным тезисом является, он хочет доказать, что понятия мы не абстрагируем из опыта, а что они являются априорными. Значит, у него должен быть критерий, согласно которому он будет доказывать, что все, что в опыте является всеобщим и необходимым, или все, что он не просто в опыте, а вообще найдет внутри познающего, все, что он найдет всеобщим и необходимым, то все это будет априорно. Иначе всеобщее необходимо будет и на той, и на другой стороне, и это будет для него плохо. Да, потому что их надо будет как-то согласовывать. Одно с другим. Вот понятие произошло из опыта, как у Юма, и является при этом всеобщим и необходимым. Правильно? Да. А вот как бы априорное понятие. И как их... В чем еще раз любопытство? Любопытство стоит в том, что у Юма, на самом деле, всеобщесть и необходимость, точнее даже не всеобщесть, а необходимость, касается только связи понятий. У него никаких проблем в всеобщей обществе, понятия нет. Понятия всеобщие, что их можно применять? Они же абстрагированы из опыта специальным образом. Они, согласно своему генезису, являются всеобщим. Ну почему? Ну потому что они... Вот есть кошка, абстрагировали понятие животного. Взяли многообразие животных, абстрагировали его. Тут никакой проблемы о том, что понятие всеобщее по происхождению своему оно всеобщее. Как раз с понятиями у Юма проблем-то нет. У него проблемы есть со связью. Каким образом два понятия, абстрагированные из опыта, можно связать? На основании чего? Где эту связь-то добыть? Потому что в опыте эта связь, она ведь не устанавливается. В опыте всякая связь, с которой устанавливается, есть случайная связь. Следование, например, во времени. Например, если мы берем причинно-следственную связь. Где мы возьмем в основании того, что эта связь всеобщая? Как доказать-то это? Опыт нам это доказательство дать не может. Это в некотором смысле наша вера, что это так. Наша установка. Поэтому, когда Кант занимается тем, что он ищет эту... У него есть предпосылка, состоящая в том, что если мы в опыте найдем что-то всеобщее необходимое, то это всеобщее необходимое, оно взято не из мира, оно является нашим вложением в мир. Оно является нашей проекцией в мир. Но, ведь странно появляется, это рассуждение является странным по отношению к пространству и времени. Я уже говорил по поводу того, что это пространство и времени не является суждением. Но даже, допустим, как бы мы опустим постановку именно конкретно юнорскую проблему. Возьмем проблему в постановке уже Канты. Вот пространство и время, да, обнаруживаются в опыте. Он говорит, что поскольку пространство и время, они обнаруживают себя в опыте как всеобщее и необходимое, то на этом основании они являются приорами. Это вот буквально в смысле его логики. Как так? Получается, с одной стороны, что пространство и время являются всеобщим и необходимым в самом опыте, а значит, в самом опыте есть всеобщность и необходимость. И нельзя утверждать, что это всеобщность и необходимость, что все, что в опыте является всеобщим и необходимым, а из нас. Ну почему? Потому что в опыте эта всеобщность и необходимость обнаруживается. Надо сначала доказать, независимо от этого, тезис о том, что всякая всеобщность и необходимость, которую мы обнаружим в опыте, является нашим действием. Где-то взять независимый критерий. А с другой стороны, на самом деле, у него заранее получается, что необходимость необоснованная, нельзя найти в опыте. Почему? Потому что он опирается на юмовское утверждение, что связь двух понятий, его необходимую эту связь, мы не можем найти в опыте. Опять идет подмена. То есть он как бы опирается на исследование юма, который как бы доказал, что в опыте нет всеобщей необходимости. Но относительно связи. Потому что понятия, они всеобщей необходимости по построению юма. Понимаешь? То есть только связь это не является. Но он на основании связи расширительно тороптует высказывание юма, что любую всеобщей необходимость в опыте нельзя найти. И тут же находит. И тут же ее находит в опыте. И тут же ее перетаскивает. И отсюда делает вывод, что они на самом деле есть наше вложение в опыте. Но это еще полбеды. И тут беда подстерегает дальше. У Канта есть существенное различие между созерцаниями и понятиями. Я уже говорил, что есть созерцание. Что такое созерцание? Это чувственная некогданость мира без понятия. И есть понятия. Понятия отдельно. Это различие между созерцаниями и понятиями. Параллельно различию между чувством и мышлением вообще. Ну и как он это везде строго очень проводит. Читаешь дальше текст. И вдруг обнаруживаешь, что в одной главе, именно в трансцендентальной эстетике, он говорит, что пространство и время это чистые созерцания. Что пространство и время это не понятие. Ни в коем случае это не понятие какие-нибудь общие. Это чистые созерцания. Которые вот мы... Почему чистые созерцания? Потому что он исследуя созерцания, то есть там, где нет понятия, он обнаружит пространство и время. И они являются чистыми созерцаниями. То есть теми формами, созерцательными формами, которые мы вкладываем в мир. Читаешь дальше трактат и в разделе рассудок вдруг обнаруживаешь, что еще есть какие-то понятия пространства и время. То есть он различен. И форма созерцания, и форма мышления. Да, то есть получается, понять еще и форма мышления. Две формы пространства. Две формы пространства. Самое любопытное в чем состоит, что получается, что у него пространство и время. Во-первых, различается, пространство двоится на созерцании понятия. Но это можно было бы сослаться на то, что может он случайно ошибся, но дело это дальше двигается. Мы дальше возвращаемся к разговору о всеобщности и необходимости. Ведь если пространство и время это понятие, то с позиции этих понятий мы делаем вывод о том, что эти пространства и время всеобщие и необходимы. Только с позиции понятий. Почему? Потому что понятие пространство и время мы рассматриваем. Почему по понятиям? Сами по своей природе всеобщие необходимы. Точнее всеобщие понятия. Что такое понятие? Понятие это нечто в принципе всеобщее по своей природе. Если есть понятие пространство и время, то всеобщее пространство и время, в котором мы находим опыт, обеспечено понятием. Если это созерцание, то обеспечено опытом. А если это созерцание, то не обеспечено опытом. Но ведь он что говорил? Он говорил, что в опыте нельзя найти всеобщесть и необходимость. Получается, что найти можно, если пространство-время рассматривать как понятие. Получается, что с точки зрения... Я забыл точность логики, состоящей в том, что двоится понятие. Что пространство-время двоится на понятия и созерцена. Получается так, что с точки зрения понятий в опыте есть всеобщественные необходимости, и это опровергает исходные тези, что в опыте всеобщественные необходимости нет. Потому что всякое понятие мы применяем к опыту, а в опыте уже заранее есть пространство-время. Получается, что эти понятия... Иначе говоря, это доказывает, что в опыте отдельно есть всеобщественные необходимости, независимо от понятий. Это с одной стороны. А с другой стороны, с позиции созерцаний, это означает, что если существует понятие пространство-время, что эти понятия пространство-время никак иначе, как абстрагированы из окна. Наоборот. То есть двойная связь. Если пространство-время делится на созерцания и понятия, то с позиции понятий доказывается, что в опыте все-таки есть всеобщественные необходимости. Почему? Потому что понятия пространство-время, они являются ищекты всеобщим, а в опыте мы видим пространство и время, а они, согласно тому, что они понятия всеобщие, значит, доказывается тем, что в опыте есть всеобщее, и тем самым опровергается исходная посылка, что в опыте нет всеобщести. А теперь наоборот. Если пространство-время является созерцаниями, но есть понятие пространство-время, то значит понятие пространство-время ничто иное, как абстрагировано из опыта пространство-время. То есть получается, что из опыта взят оно. То есть в любом случае построение Кант на том, что пространство-время приорно, оно противоречиво. И безотносительно того, как обсуждать, не обсуждая внутреннее построение Канта, просто исходя из его терминологии, получается, что априорность это нечто просто в себе противоречивое. Ты понял или не понял? Понял. И самое интересное, что ведь когда Кант делится пространство и время на созерцание понятия, самое интересное, что ведь он прав. В нашем реальном опыте есть понятие пространства, а есть созерцание пространства. И то, и другое есть. И поскольку это различие существует, это доказывает о том, что понятие пространства абстрагировано из опыта. Кант же не является априорным. Чем хорош Кант, на самом деле. Он хоть и путаник, хоть и все время там что-то происходит, но он все-таки честный, я бы так сказал. Он не подтягивает. Если есть какой-то феномен, он все-таки его упоминает и дает имя. Вот в чем он. Не, ну любопытно, что Кант начинал с того, что все формы, которые существуют, они априорны, а фактически как бы постоянно проговариваются, что они не априорны. Хотя бы в пространстве и времени получается, что они из опыта абстрагированы. Но откуда иначе бы взялись понятия пространства и времени? Либо, если мы, например, считаем, что важно не понятие пространства и времени, а важное созерцание пространства и времени, тогда возникает что-то понятие абстрагировано из опыта. Если важны только понятия, тогда непонятно, почему в опыте есть всеобщесть. Единственное, что тут можно добавить в защиту Канта, может быть, вот если эту юмовскую ситуацию разбирать, вот, допустим, понятно, как, ну, как понятно, непонятно, но настолько, насколько вообще понятно, что такое абстрагирование, понятно, как образуется понятие кота. Вот, то есть, вот, каким-то там восхождением, понятно, что можно там понятие животного абстрагировать. Понятие, в смысле, понятие рода. Ну, понятие рода, там, так далее. Мы берем род и все. Так и понимаем, как это понятие котов, кота есть понятие его рода. Не, ну, род это тоже же понятие. Род это понятие, так и понимаем кота. А ты как уж абстрагировать конкретного частного кота, так же, как и он. Не, не, много котов. Много котов образует род. Естественно. Тем самым, когда есть понятие рода. Так вот, что-то будешь абстрагировать в пространстве, то есть, вот это... Трехмерность, он же обсуждает это. Трехмерность пространства. То, что мы имеем в виду только всегда одно пространство, что не много пространства, что все частные пространства, это есть не что иное, как части одного огромного, большого пространства, бесконечного. Вот что он там говорит. Что определены там какие-то вещи, как ряды, положенности, пространства. Просто я к тому, что если как бы, вот когда мы кота там созерцаем, мы очень четко видим это различие между единичным котом и понятием кота. Пусть мы не можем его высказать, но мы как бы это различие-то видим. Вот. Когда мы созерцаем всеобщее и необходимое пространство, и имеем понятие пространства, нам трудно различие-то высказать. Согласен. Вот в чем разница. Согласен, я согласен, да. То есть оно как бы настолько уже... То есть не видно, как здесь происходило абстрагирование. Единственное, что можно уже как бы не в защиту Канта сказать, а в против его сказать, что фактически вот это вот реальное пространство, которое мы в созерцании встречаем, оно же не трехмерное. Оно же может быть как бы непонятно каким. Правильно? Оно может быть, допустим, оно может быть не евклидовым, допустим, ну кривым оно может быть, криволинейным каким-то, триманным пространством. Может быть, не обязательно многомерным, может быть, даже трехмерным, но криволинейным. Нет, трехмерность, это уже как бы, я не уверен, что это в понятие входит, это уже как бы математические какие-то вещи там. Ну нет, хотя отчасти это, конечно, входит. А вся геометрия евклида, это разве не является понятием, ну вот, ну вот, в хорошем смысле понятия, в смысле системы, да, как бы, это того, чтобы представлять собой пространство. Возможно. Что там вот все эти аксиомы, в том числе о параллельности прямых, там, что из точки можно привести только одну вот эту линию и так далее. Ну если так понимать понятие, то да. То есть понятие понимается в смысле математического, что можно на основании этого понятия, как бы, создать некую целостную теорию. Тогда, конечно, различий есть. А есть реальное пространство, оно может криволинейным быть, да, оно может там, вот, например, сейчас современная теория, пространство какое-то, по крайней мере, четырехмерных. А то может быть и вообще Риманова, какое-то хитрое пространство. Нет, ну просто мы же, нет, я немножко, я как бы более широко понимал пространство, как, ну, не знаю, как всеобщее вместилище такое, вот, вместилище всеобщее. Как некое пустое пространство. Правильно же. Вот. И мы, а есть наше понятие об этом пространстве. Разница же есть между реальностью, да, вот, то есть, например, реальный стул, а есть твое понятие о стуле. Так вот, я и не вижу здесь разницы, я как бы, если я, если я вообще созерцаю в опыте пространство, что вопрос на самом деле, все-таки. Ты созерцаешь некой, как бы, горизонт, некий, как говорится. Или это, так сказать, или это корылят, понимаешь, какой-то там. Вот, если я созерцаю пространство, вот, то... Я, знаете, знаешь, с чем Кантом согласен? Я согласен, что то, что мы в опыте созерцаем в качестве пространства, естественно, является нашей продуктивностью, нашей формой. Наверное, это наша форма. Только это наша форма не в том смысле, что она полностью идеальна, да, вот так, что, как бы, реальный мир у какой-то другой, а в том смысле, что и реальный мир пространства тоже. То есть, условно говоря, то, что мы видим, как пространство, это есть некое изображение реального пространства. Почему? Потому что одно дело мы видим, а другое дело мы в этом пространстве живем. Понимаешь, можно даже не видеть, но жить. То есть, мы пространство постигаем не только с помощью видения, да, там, не только, мы же в нем движемся, мы с нем живем, как бы, да, и вот это вот то, что мы в нем живем. Ну, нет, просто, вот если мы, допустим, говорим, что язык, там, в языке откладываются какие-то вещи, ходы, различия, и он, там, нами управляет, там, и так далее, и мы, как бы, уже начинаем мыслить, и сразу, там, изрекая нечто, уже бывшее сто раз, там, и так далее, известно, что. То почему с теми же понятиями, из опыта абстрагировано не может так быть, что они за, там, за три миллиона лет, или сколько там человек существует, миллиарда, что они настолько, как бы, вросли уже в наше восприятие. Вот, допустим, вот это понятие пространства, вот оно абстрагировалось, абстрагировалось, и доабстрагировалось до того, что вросло просто уже. А что вросло, а теперь? И теперь, как бы, нет, нет, это к тому, что оно, оно, как бы, выглядит априорным, может быть, именно потому, что очень глубоко сидит. То есть, оно абстрагировано, то есть, действительно, есть пространство, и действительно, как бы... Я-то против, смотри, вот, как бы, я, я тебя понял, просто, я-то против, не против, я против априорности в том смысле, что априорность утверждает, что все наши формы являются субъективными. Я утверждаю, что, как бы, формы, они, как бы, могут быть и абстрагированы, и одни формы, и другие формы, и могут быть априорны, там. То есть, есть некое разнообразие, и тут непонятно, что является первичным. То есть, бывают еще субъективные, как бы, произвольные... Произвольные формы есть, тут художник придумал какую-то форму, то есть, много что есть. Понимаешь, тут просто нельзя считать, вот так вот, просто отрезать и говорить, что все априорно. Вот, что проблема состоит. Я согласен с тем, что, наверное, есть априорные формы. В конце концов, мы придумываем понятия, наверное, какие-то придумали. Ну, например, причина-следственную связь. Ну, то и трудно отказать, как бы, юмотов в достоверности того, что мы не можем устанавливать ее необходимость на основании опыта. Ну, не можем. Это наша установка, да, исследовательская. Мы заранее считаем, что это так. Мы заранее ищем, как бы, такую связь, которая необходима. Мы ее можем бесконечно в опыте подтверждать, вот эту проблему индукции. Ты помнишь, там? Что, может быть, там, на миллион, какого-то первый раз, это, как бы, это связь не сработает. Ну, интересно, что, как бы, вот мы тут обсуждали, там, это структурализм, что это, опять же, необязательное. Это логично установка. Да, необязательно, правильно, правильно, но в некотором смысле она априорна в том смысле была, что она была именно установкой. То есть ее априорность обеспечивала, что исследователь поставил установку, что причина и связь связаны необходимым образом. Все. Из опыта, конечно, он не взял, и поэтому в этом смысле Канг прав. Здесь никаких проблем нет. Но, с другой-то стороны, ведь надо же понимать, что, как бы, это не мешает тому, что что-то мы берем из опыта, что мы понятия какие-то отдельные, абстрагируем из опыта, там, что опыт столь же, как бы, для нас важен, как бы, да, и является поставщиком понятия. То есть и Юм прав, и Канг прав, получается. Оба правы. Только просто надо каждый раз по конкретности разбирать. Нельзя подать в крайности, как Юму, допустим. Все из империи, все. У них вообще все из империи. Там вообще там непонятно нам. А вообще, кроме опыта, что-то есть? Нет. Все, что есть, это умышление, там, все взято из опыта. Все. Такая философия примитивная. А теперь обратная крайность, да. Все, как бы, все формы, на самом деле, априорные. Другая крайность. Как раз где-то, истина-то, она, как раз где-то посередине находится. И какие-то формы взяты из опыта, какие-то формы априорные. Все это как-то связано. Если там эпистемологию вспоминать, ну, не самую, может быть, серьезную философию, ну, вот этот агрегат, как бы, конгломерат, точнее, конгломерат вот этих априорных форм он напоминает парадигму, в смысле Куна. Вот, как бы, вот они неизменны. Вот. И в рамках, как бы, этих, на основании этих априорных форм уже, так сказать, дальше что-то делают и так далее. Ну, вот, не знаю, аподектичность. Да, да, да. Аподектичность в классической угусы для того. Есть правильная вещь, название, установка. Есть установка исследователей, да. Допустим, как некий проект, или, как ты говоришь, парадигма. Да, это происходит, как бы, научная революция, да. Одна парадигма сменяет другую. Ну, в рамках этой парадигмы это все является чем-то априорным. Да, это является согласием. Никто его это не обсуждает. Куцар ищет аподектичности, да, вот он, как бы, ему нужно построить такое знание. И он даже не задается вопросом, как бы, а почему он с этого начинает? Достаточно ли это аподектичное, вообще, вопрошание? Насколько, как бы, сама вот эта установка аподектичная? Он не спрашивает. Да, я согласен. Потому что это, как бы, все лежит вне Канта, так сказать. Вот насчет парадигмы это хорошее, кстати, замечание. Потому что, действительно, ведь как сменяется одна парадигма другую? Не на основе того, что что-то опровергается, да? А просто априорность одного построения просто упраздняется, и берется в качестве необсуждаемого, нечто чего-то априорного, другое какое-то построение. Ведь, на самом деле, держаться сейчас за Канта просто глупо, в силу того, что Кант настолько устарел, и его парадигма, в которой он работает, там, вот эти категории и прочее, это настолько устаревшая парадигма, что уже, как бы, давно уже продвинулись вперед, там, уже после того, как там был Гегель, после того, как там были, там, и Ницше, там был, и Хайдегель, как бы, работать в парадигме Канта, это просто значит, как бы, там, оставаться в рамках какой-то старой парадигмы. Надо уже долго сменить парадигмы. Это не значит, что Канта надо забыть? Нет, нет. Он же, как бы, из других парадигмах, как-то там... Конечно, 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 все это важно. И Канта надо знать, это же, как бы, всю традицию надо помнить. Просто сам факт состоит в том, что, все-таки, что априорность, это, на самом деле, есть нечто, что мы принимаем в качестве априорности. Это не есть нечто от природы данной. принимаем качестве априорности считаем мы это не обсуждаем как бы и работаем внутри этой парадигмы парадигма как бы сменяется как бы мы меняем считаю что нечто другое является природным и так далее вот допустим смена классической физики релятивистскими и квантовыми представлениями прошел произошло именно по форме того что как бы вот были одни парадигмы то там допустим связаны с тем как что такое движение да и как бы стали какие-то другие как бы возможно может еще продают производить какие-то такие сдвиги это на самом деле вопрос как бы уместно здесь действительно так что я считаю что как вот это априорность действительно не представлять собой некую допустим вот установка на так сказать на знание а вот это вот немецко классическое исследование знаний это тоже парадигма причем она отличается как бы от грифы да самое то что любопытное если бы она просто знание изучала и все она же все остальное силу и лопата все остальное религии минировала она же добралась до всего и всякую часть из разbagai знать она все сказал что все и знания в принципе и все что как бы не является знает несущественно неважно там сети единичный сейчас насти из пусство за все своего сведено было знанием а знание сведено мышление получилось так что все и знание это основа основ науках науку Учение в смысле фильтра или система наук в смысле кипит. Действительно так. И вот это было некое философское, если можно отколиться, парадигмо. Добиться как бы... Если 20-й век вспоминают, то прошедший 20-й век, то ведь там действительно что поколебалось? А именно вот эта парадигма установки на поиск знаний. Эксистенциалистам. Плевали они на это знание. Нахрена им оно здорово? У них стало много что другого важно. Вот. У них много что другого. Переживание всякого рода, искусство у них стало. Литература, форма всякого рода, частные. Русские все товарищи, вообще как бы знания ни во что не ставят. Но они религиозности. Но это все тем не менее. Тем не менее. Это тоже важно. Это разрушение парадигма. Потому что безвремени может связано с тем, что и общий парадигм это нет. Там вот была установка, и все. Не шиппанес. Это Шопенгауэр с позиции воли. Причем, если Шопенгауэр еще двигался в классической парадигме, то, допустим, воля уже у Ницше, он уже вообще нечто особое. Это уже вообще никакую классическую парадигму. Там в философии Гегеля или Канта, она просто никак уже не вмещается. Причем там у него не только воля, он уже все выпирает. У него есть субъект, там уже дробится. Там уже происходят некие какие-то процессы уже вообще как бы там. Которые... Собственно, я подозреваю, что именно Ницше как раз парадигму и обрушил. Классическую. Именно он как бы явился в переходном этапе. Потому что как бы вот Киевкигур, если он там попытался что-то там выстраивать, то он все-таки как-то на периферии... А он как бы на периферии и оппонировал, понимаешь? Ну, он слишком периферийный был философ. Потому что Ницше был немцем, причем выдающимся немцем. Он был и филологом, и философом, и поэтом. Причем он был филологом непростым, был филологом-античником, который в совершенстве знал свое дело. И плюс еще он еще и философом. И вот он как бы действительно со всех сторон. Ведь что у Ницше важно? У Ницше важно, что как бы вдруг в философии вырастает такое понятие, как форма. Да, вот форма изложения. Он же еще и поэт, он же еще и музыкант, композитор. То есть у него вот, понимаешь, раньше как было дело? Вот философия, это мышление, все эти философы, они были такими... Чем суше, чем строжнее, тем как бы... Да, да, тем как бы и было. Ну, посмотрите... Если никто не может его читать, так это вообще как бы... Что такое как бы Кант? Да, как бы, это как бы такая... Философия такая, как бы, наукообразная, да? У нее и жизнь такая же наукообразная была, там, по заведенному порядку. И философия у него как-то еще сырородная. Гейгель то же самое. У него тоже такая же парадигма. А еще и что такое Ницше? Это такой блестящий своего рода, там, такой просто искра такая, фейерверк такой всего у него там. Чего же только у него нету Ницше. Чего там только не находят. Как бы, вот такая яркая противоположность вот этому педантизму, да, если можно так выразить, формализму, как бы, или логицизму немецкой философии. И он, он прямо своей философией, в буквальном смысле, в том смысле, что он занимался единичеством, что он занимался, там, не знаю, стилем, занимался, там, паризмом, там, что он занимался, там, поэзией, там, он занимался, там, какими-то вопросами, которые его интересовали частными, там, вопросами морали, в том числе, и прочее, и прочее. Он, как бы, на самом деле, самой своей философией опровергал, как бы, парадигм вот этой классической, реальной... Просто, как бы, совершенно другие вопросы. Он вообще вопрос, знаешь, как ставил вопрос? Зачем нам нужна истина? Он не ставил вопрос, что такое истина, А зачем нам нужна вера в истину? Вот он как ставил вопрос. Совсем другие вопросы. Он все как-то привел в движение. Мы сейчас как бы с позиции историко-философской к этому вопросу подходим. Просто важно понимать место. Каждого философа в историческом процессе есть некое место. Никто не умаляет заслуги Канта и Тагея Гегеля. Но у них было свое место. Эту парадигму надо пережить и двигаться дальше. Нельзя заостревать. Знаешь, как Гегель говорит, есть некая форма, в которой существует сознание. Она проходит ряд форм образования и доходит до истины. Вопрос тогда такой. Последний вопрос, который я подвешиваю в воздухе. Раз такая история с этими парадигмами вроде бы правдоподобная. Каковы вообще перспективы нашего предприятия? Потому что мы изначально хотели, действуя в рамках классической парадигмы, будучи верны классике в каком-то смысле, там обнаружить какие-то несостыковки и перейти к какой-то постклассической философии. То есть, ну и даже это не обязательно, в общем, разрабатывать вот эту нашу проблему, которая нам видится именно постклассической. То есть вообще как бы ее сама постановка, этой проблемы, она проистекает из другой парадигмы. Мы же пытаемся как бы ее разрабатывать классически. Ну, честно говоря, я уже об этом думал, я думаю, что не удастся так. Понимаешь, и нашим, и вашим так не удастся. Мне кажется, можно будет что сделать? Можно будет мост построить из классической парадигмы и зайти. Но боюсь, что когда мы будем двигаться дальше, мы поймем, что это некие узкие рамки. Понимаешь, там вот есть некие рамки, которые мешают просто на самом деле двигаться дальше. Дело же не произошло так, что людям Гегель, чем-то и Кант не понравился, типа слишком сложно или еще в каком-то отношении, и они его отбросили. Это не так же произошло. Действительно, вот это сама постановка вопросов, которые они ставили, а именно вопрос о знании, он просто себя исчерпал. Ведь когда Гегель и Кант занимались этим вопросом, действительно, тогда наука только возрастала, и тогда была, стояла проблема науки, стояла. Вот есть астрология, а сейчас она уже сама себя сто раз защитила. Конечно, нет такого вопроса. И она просто смеется, когда ее пытаются защищать. Нет такого вопроса, зачем он над Гегелем же издевается, когда по философии природы его читают, то там можно Попера взять и посмотреть, как там где-то над бедным Гегелем измываются. Да, а работающие какие-то ученые измываются и над Попером, понимаешь? Потому что плевать они тоже хотели, правильно он там говорит, неправильно. Им вообще это не нужно. Да, именно суть-то как раз и состоит в том, что наука... Они как бы, так сказать, обосновывают, наука обосновывает себя своими... Теперь наоборот же получается, что люди бросаются в объятия науки, чтобы философию защитить. Наоборот, раньше как было, что философию науку бедную защищала, все ее пьянали со всех сторон. А теперь наоборот надо обратиться к науке и защитить философию. Вот, например, попытка Гуссерля защитить философию. Построить философию как строгую науку. То есть наоборот, обратная парадигма, что наука это все, а остальное это как бы как придется. Раньше наоборот было, что философия это все. Остальные науки как бы вот должны опираться на философию. Потому что философия это и есть, как говорит Фиктор, наука, учение, система наук. Вот она главная. Она обосновывает, что... согласно Канту, она обоснуает вообще, почему наука возможна, математика, естество знания. Ведь Канта этим занималась. Почти как возможно так науки, как математика и естество знания. Гегель занимается тем, что не просто возможно, он хочет обосновать, почему знание претендует на истинность. Он строит систему наук, любое знание должно опираться на философию и на свой фундамент. Теперь что получается? Ситуация поменялась, теперь получается философия подвешена. Аналитическая философия вообще сказала, что метафизика прежняя это просто сборник заблуждений. каких-то глупых проблем, которых не существует и так далее. Так вообще же просто отброшено все. И наоборот, теперь получается, что надо пойти с подаянием к науке и сказать, защитите нас, дайте нам какие-нибудь методы научные, дайте нам хоть что-нибудь. Обоснуйте, почему так важно заниматься философией. То есть энергетику какую-то подаются, и Бог знает во что. Вообще, сейчас основная проблема, даже у меня такая проблема стояла, что я пытался обосновать философию как науку, и спорил там много, а потом понял, а какой смысл-то действительно, это же бред же. Так это все же пытаются. Все пытаются, но бред же на самом деле. Получается, что я заранее понимаю, что наука это что-то важное, ценное, она себя обосновывает, а философия это просто нечто-мусор, который нуждается в неких костылях, на которые можно опереться. И вот, как бы, обыкновенное естествознание, наука, частные науки, нам эти такие костыли дадут. И более того, на самом деле, ученые же действительно, ты правильно говоришь, среди сообщества ученых же есть презрение к философам, буквально в смысле. А это философ, а-а-а, то есть это уже, как бы, недоученый, да, это тот, который недоучился, недопонял. Он, Игорь, постоянно говорит об этом, что кто такие вот интеллигенты. Ну, в некотором смысле философ, это вот, вот интеллигенция бросается в это, как бы, почему занимаются интеллигентами философами? Потому что там можно заниматься чего угодно, как бы, ничего не делать, понимаешь, как бы там. Люди занимаются инженеры, там, занимаются чем-то отдельным, специальным, там, ученые какие-то специальные действия занимаются. Они занимаются реальным делом. А вот, вот, а чем заниматься, как бы, интеллигенция, да, которая недоучилась, там, недопоняла, там, здесь что-то не получилась. Для них философия. Вот, для них философия, да. И поболтать там, так сказать, как бы, контекст. Можно заснять потом, да. Можно заснять, выставить, да. Так что, как бы, ну, с другой стороны, все-таки верится в то, что, несмотря на то, что философия не наука, конечно, верится в то, что, может быть, что-то все-таки можно в этой области сделать. Потому что все науки произошли из-за философии, может быть, все-таки философия будет еще и продуктивна к каким-то другому отношению. Скажем, в отношении того, что, ну, вот я так верю в это, что философия создает новые науки. Вот, допустим, если вам удастся сознание, это действительно продвинуть достаточно сильно, то, может быть, может быть, не знаю, насколько возможна такая наука, но можно будет, может быть, претендовать на то, что можно создать какую-то новую науку, науку о сознании. Не знаю. Это похоже, знаешь, идеология, у этого, у того же Гусселя, у меня уже была какая-то такая идея, чтобы создали науку. Вот, как бы предшествующую психологию. Предшествующую. Понимаешь? Ну, понимаешь, просто проблема состоит в том, что психология не тянет. Просто та психология, которую мы имеем, она не может на это предшествующую психологию и уже на ее основании как бы выстрелили правильную психологию. Просто психология, которая есть, которая пытается быть экспериментальной наукой, походить в каком-то отношении на царицу науки, именно на физику, да, то есть как бы она все равно не тянет, она не может. Я не знаю, почему она не может, но не может она, не удаётся ей, потому что, может быть, сама вещь такая, как наша душа, дух, наше сознание, мышление, всё это настолько сложно, что её попытаться в каких-то простых формах, тех формах, которые сейчас психология имеет, а её, может быть, не взять, не схватить. Что-то, конечно, им удаётся, у них какие-то мероприятия умудряются. Ну, ну ладно, но это, в общем, касается, как бы, вообще, в целом всего, как бы, такого полугуманитарного знания, которое не основано на числе. Понимаешь, где есть прогресс реально? Там, где математик. В остальных вещах, ну да, как бы где-то улучшают какие-то понятия. Если не поверишь, я, как бы, поддался этому очарованию математики и пытался на основании, как бы, сознания построить группу, то есть группу актов. Да? Да, есть акты, да, мышление, как бы, да, разные акты. А все знают, что группа, теорию групп? Нет, ну, как бы, теорию групп, что там не надо. Ну, в самом смысле, что есть операция, там, обратная операция, как бы, там, операция нулевая, ну, как бы, можно было примерно продумать, но не получается. Ну, просто, как бы, я что-то строил, 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 строил и понял, что это все бессмысленно. Это похоже на то, как ты пытаешься, как бы, заранее впихнуть нечто, какие-то уже заранее созданные формулы. Это неправильно, потому что, все-таки, сам феномен, он, надо исходить из самого феномена, а не пытаться его, опять же, редукцировать чему-то. Ведь, ну, постоянно происходит редукция, у Киегеля редукция к мышлению там. Не, ну, понимаешь, в чем дело, ну, математика чем хороша, да? То есть, почему, как бы, успешно вот это, потому что она же редуцирует, естествознание редуцирует. Но потом, как бы, она смотрит, а здесь немножко, так сказать, не сходится. Ну, давайте, как бы, форму-то разработаем более, более, как бы, широкую возьмем, более какую-то точную, более правильную и меняем, там, что-то двигаем. И чем хороша математика, можно сказать, как я ее понимаю? Я понимаю ее так, что в математике есть такое расширение поля логики. Все-таки логика формальна, там, ничего получить нельзя. Логика, она сама непродуктивна. Ну, что там она, она занимается только правильностью мышления. А математика... А математики, да, есть содержательная форма. И благодаря, если ты умудряешься провести какую-то формализацию математическую, то ты, благодаря уже существующему аппарату, можешь продвинуться. А вот, кстати, Ветикан считал, что суждения в математике аналитические? Синтетические. Синтетические? Да, он считал. Причем, как бы, он считал, что, допустим, 3 плюс 2, равное 5, это синтетическое суждение. И над ним издевались по этому поводу. Что уж 3 плюс 2 плюс 5, это просто синтетические, это аналитическое суждение. Нет, а как оно тогда возможно? Он же говорит, что невозможно. А, пространство, точнее, это является. То есть, невозможно, синтетические суждения основаны в опыте или что-то? Нет, наоборот, синтетические суждения все должны быть основаны на опыте. Все. Просто, если есть, которые основаны не на обыкновенном опыте, да, ну, к какой бы эпидическом опыте, ну, эпид computer это масло-масльное, которые буквально, в смысле, там, где присутствуют ощущения, на таком опыте. А можно в чистом, как бы, пространстве и времени, как бы, там, что-то делать? Тематику, возможно, в том смысле, что она опирается на чистоту пространства и времени. И в чистоте пространства она совершает, ну как геометрия, допустим, выстраивает там воображение. Геометрия это просто, понимаешь, а когда там, не знаю, какая-то топология там. Число, число это как бы время, число считается временем. Ну как вот у Наговицына же, это воспроизводство, что такое число. Тоже это некое деление времени. Топология, опять же, это некие информации пространства. Ну хорошо, а то есть это вот из опыта все? Ну у него получается, что любые синтетические суждения возможны на опыте. Просто опыт у него хитро разваливается на две составляющих. На составляющих собственный опыт, да, вот этой империи, и на чистые формы. Чистые формы пространства времени. И он говорит, что математика возможна в своей чистоте, потому что пространство времени чисты. Понимаешь, в этом смысле она возможна. То есть тут как бы, на самом деле здесь, естественно, опять же у него круг логический, как и в прошлый раз мы обсуждали про пространство. Тот же самый галактический круг. Понимаешь, как бы. Но в некотором отношении, как бы, ну это обосновывается же он. У него все, что, всякая, все синтезы у него возможны только в опыте. Все синтезы. Поэтому метафизика невозможна. Почему? Потому что она пытается добывать новые знания в чистоте мышления. То есть без опыта, без опоры на опыт. Именно поэтому у него синтезы не удаются, метафизические синтезы. То есть она находит... А она не априорными понятиями пользуется? Она априорными. Все понятия априорные. Так вот пространство времени же априорные, и на их основании можно как бы... А потому что они в опыте есть. Вот что проблема. Потому что пространство и время как бы встроены в опыт, и поэтому на их основании можно. То есть тут какая-то, я говорю, что постоянно какая-то странная игра. Что все синтетические суждения у Канта почему-то возможны только на основании опыта. С другой стороны пространство и время априорные. Вроде бы получается как бы как это возражение. Но они же в опыте. Они же в опыте есть. У него вот такая постоянная игра возникает. У него постоянно игра возникает, непонятно что откуда берется. Просто как бы... Одно обосновывается через другое. Постоянно вот так. Ожидалось, ну и ожидалось, да, что если, допустим, он считает их синтетическими, то они должны быть как бы не выводить... Ну, то есть они, математика должна быть невозможной с его точки зрения. Вот такое у меня было ожидание. Вот. Значит он должен их считать аналитическими. Не, у него как раз возможно математика, возможно синтетическое суждение по математике, возможно синтетическое суждение и естественное сочетание. То есть он отдельно как бы. Причем обе науки возможны почему? Потому что математика основывается на чистоте пространства. Я понял, понял. Естественное знание также основывается на том, что в опыте, также и на опыте, в котором ощущения есть. Кроме пространства времени еще ощущения. Ощущения нужны как раз для естествознания еще. То есть эти естествознания в этом смысле нечистые. наука, а ей нужно еще к ощущениям добраться, а по теме наука... Почему? Потому что несмотря на то, что он напирается на опыт и тем самым обосновывается, что синтетические... У него возможности синтетических суждений всегда обосновываются тем, что он опирается на опыт. Другое дело, что математика, она двойственная наука, она с одного на опыт обосновывается, а с другой стороны движется в чистоте. Почему? Потому что пространство и время есть наша форма. Здесь логики, на самом деле, строгое здесь нет. Но он и нашим, и вашим. Многие там поняли, это не так. Тот же, по-моему, Гаусс, я уже рассказывал тоже это, когда он там придумал свою Римманову... То ли Римман, то ли Гаусс. Римманова геометрия есть, но Гаусс тоже там много чего сделал в ней вклидовой геометрии. Римманова шарообразная геометрия, да? Ну да, Римманова шарообразная, у Лобачевского гидерболоид, а у Гаусса даже, по-моему, более широкая. Просто геометрия на кривой поверхности. Так вот, суть в том, что он же, когда придумал это, он прятал пустолетом, боялся показывать, стеснялся... Сожгут на костре, что ли? Да, сожгут на костре, потому что, как бы, ну, на опыте же проверяется математика, понимаешь? И потом ходил, это мерил между тремя горными пиками углы. А, вот что. Вот я рассказывал, да. Что он мерил углы, складывал и проверял, действительно ли 180 градусов, понимаешь? Сумма трех углов в треугольнике. Вот три больших горы. Нашел, как бы, чтобы, так сказать, по-крупному проверить. Может, есть какое-то искривление у нас в пространстве? И сумма углов не равна? Проверил, как бы, решил, так сказать, не показывать никому. Вот проверил математику на опыте. Ну, вот, вот как поняли это все дело. Ну, потому что, а как еще понять? Ну, как это? Вот чистый опыт. Что это такое? То есть, просто это, как бы, это какая-то конструкция, не ясно. Что это за чистый опыт? Это и есть, как бы, в общем-то, мышление внутри мышления. Я же тебе и говорю, что у Канта так уж получилось. У него на самом деле... Я вот, на самом деле, добьюсь все-таки этого. Да, вот, я, может быть, иногда излагаю Канта не очень четко, да, там. Не потому что, как бы, я, почему это... Ну, у меня какие-то есть проблемы с этим. Просто потому что сам материал такой. Просто непонятно, с какой стороны излагается. Потому что у него везде вот эти круги. Одно обосновывает другое. Одно обосновывает другое всегда. У него всегда есть две позиции. Как у человека получается, что одна обосновывает ее, а потом, когда берешь другую, она обосновывает ее. Они друг друга обосновывают, и какой из них является первой, и как вам вообще это получается, непонятно. Потому что, действительно, если любое синтетическое суждение берется, возможно, только в опыте, то из того, что пространство и время являются чистыми формами, получается, математика невозможна, значит, это невозможно в смысле синтетических суждений. Потому что они же не из опыта. Но, с другой стороны... Либо это аналитические суждения. Да, либо аналитические суждения. Потому что, по идее, их можно же аналитически... Ну, я понимаю, математика невозможна в смысле синтетических суждений. Но, с другой стороны, ведь эти чистые формы находятся как бы в опыте, вот в чем проблема это состоит как бы вот в этом состоит некая как бы странность кстати интересно вам это синтетические или аналитические 5 плюс 2 в любом случае это же определение того что такое число а какая-нибудь теорема вот теорема по идее все ее выводы все знания содержатся в аксиомах но с другой стороны на contraource раскопать и там сегодня нет итоге 속е только например Scout что вы не допублд мы узнали oppressed что это ожидает начало с тюмeten аovan отличить правда потому что это концентрации сертифиль и старец непонятно как а все остальное что строится ососновать минут intellect 3 конечно все дети все Другое дело, что на самом деле, если бы математика полностью была бы аналитична, то она была бы полностью логической наукой. Но на самом деле, есть же был такой проект логицизм, свести математику к логике, и это не удается. Вложить математику полностью в логику нельзя. В математике есть содержание, которое не укладывается ни в какую логику. То есть математика содержательная наука. и если она содержательная наука значит все-таки есть подозрение, что к какому-то отношению к опыту она имеет отношение так что здесь Кант тоже прав, не все так просто то есть с одной стороны да, с одной стороны любая теория строится на основе математической он прав в том отношении что эти все понятия тоже все-таки абстрагированы отчасти даже более того, можно сказать, что теперь случилась обратная логика втянута в математику где лучше математика более тотальная система да, все эти модальные логики все втянута в математику теперь все стало математикой, вся логика стала математикой то есть наоборот, почему математика оказалась более жизнеспособной более продуктивной потому что в нее есть содержательность она на все втянула я так подозреваю, что даже как бы математическая логика появилась, вот она стала ведущей теперь что может быть даже можно описать как бы логическую систему логических отношений как какую-нибудь тоже теорию групп да, так и есть, так и есть Ну, не теория групп, наверное, но какие-то... В общем, математика, на самом деле, оказалась намного продуктивней, потому что логика — это чисто форма, понимаешь? У меня целого толстая книга такая, «Модальные логики». Какие там только... Не, ну, во-первых, благодаря формализму, конечно, да? То есть, как в логике... Ну, был до этого тоже в логике формализм, но все-таки, когда математика туда вошла, то есть, когда вот настоящий формализм туда вошел, математический, то, как бы, в логике, во-первых, прогресс сразу двинулся, да? И сразу появилась математическая логика. И, в принципе, поняли, на самом деле, что логика не является чем-то отдельной дисциплиной, да? Что это является в каком-то отношении, там, частностью. То есть, математика более обширная дисциплина. А почему? Потому что математик продуктивна, а логика нет. Сама по себе логика, она не продуктивна. Продуктивна тематика это. И ведь раньше как рассматривать? Раньше было... Что у нас было? У нас была логика, да, и опыт. И на основе логики пытались опыт как-то там исследовать. А теперь появилась математика и опыт. Математику накладывают на опыт, появляется сейчас современная физика. Так что, как бы, у Канта как раз немного странности, ну, я не знаю, там, просто требуется ли вообще математика и физика свое обоснование? Нужно ли для этого искривлять философию для того, чтобы обосновать, как возможно, математика и физика? Они как-то возможны. Это же невозможно объяснить. Заметь, тут все время, в принципе, идет парадигма, опять же, обоснования. Да, да. Вот это рейш, что мы обсуждали. Да, да, да. Это и было изначально, понимаете? Нет, нет, ну, да. А теперь, наоборот, получается, теперь, понимаешь? Получается, сейчас, как бы, философию, как бы, там, обосновать бы. Да нет, опять же, нет, может, я-то, как бы, в другом ключе. Помнишь, я там рассказывал про Хайдегера, там, положение обоснований, рационализм, рейбинс, там, ничто не есть без оснований. Что, вот, есть еще, в парадигму входит еще и вот это вот стремление основания дать, понимаешь? Что-то обосновывать. Что, что, науку с точки зрения философии, что, Гуссель, там, сделать философию обоснованной наукой? Это, вообще-то, если думаться, как бы, вот, причина, как похожа на причина следственной парадигмы, что такое обосновывать. Ну, да, да, похоже. Потому что, так, да, есть некое, как бы, явление, да, надо указать, как бы, ну, кавычки такую, как причина этого явления, почему это явление возможно, да, там. Вот, есть, было, возникла математика. И знаешь, что еще, между прочим, Гигель, с чем занимается, я тут, как-то, полистал науку логики, там уже даже формулы есть. Гегель критикует Ньютона, там, то есть, он там, за дифференциальное числение, он что-то там вычисляет и говорит, вот, Ньютон, здесь ошибся, типа. Прям формулы данных, то есть, даже до такого находилось. То есть, на самом деле, эти философы были настолько, условно говоря, как бы, уверены в себе, что они пытались в другие области, да, частные наук, там, математики, физики, вторгаться, и что-то там говорить. Почему это сейчас смешно-то выглядит? Потому что, ну, раньше не казалось это смешным, раньше считалось, что философ, вот он такой универсал, да, вот он, типа, сейчас вам тут все-то, типа, покажет, и все там, типа, промыслив, да, 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 именно так. Прежде всего, это, и, прежде всего, Гегель хотел их чистой мысли все родить, да. Вот сейчас он, типа, вам все разрулит, потому что у Канта все-таки опыт главнее, вот, это надо дать должен, у него вообще философия стала почти невозможной, метафизика, в смысле, да, она синтетическое суждение априори не может давать. То есть, получается, у него самый главный опыт, он дает возможность синтетическим суждениям, как бы на нем вырастает математика и естественное знание, ну, и философия, как бы, как бы, помогает этим наукам, как бы, там, тоже обосновывая их, да, так получается. То есть, именно поэтому Канта-то любят эти все позитивисты, они вообще на него ссылаются постоянно, не Акатианцы его любят, почему? Ну, потому что он, как бы, очень близок, как бы, пониманию науки, как бы, в современном смысле слова, да, что, самое главное опыт. А Гегель-то, как раз, что там, опыт, опыт, это не нужно, самое главное, это я сейчас тут вам, как бы, логику сейчас покажу, а эта логика является логикой везде. Если вы будете знать, там, раз-два, раз-два, чик-пык, и все получите. Ничего не надо. А вот интересно, вопрос, вот, как возможно суждение на основании опыта, вот, допустим, там, он как-то там, а как возможен опыт, такой вопрос не ставит никто. То есть, вот, мне с точки зрения эпистемологической, да, больше всего непонятно, как опыт возможен. То есть, вот как от какой-то конкретности, собственно, да, от уникальности ситуации, переходит к каким-то, вот, всеобщим высказанным, на каком-то, в общем-то, языке, опять же, заранее существующем. Вот как этот переход происходит, вот это мне не ясно. Ну, это и Кант этим занимался. Как возможно применение понятий по отношению к созерцанию? Ну, по созерцанию, это что понимается? Не, ну, Канта понятный. Еще раз, у него есть априорные формы, понимаешь, их, как бы, оправданное их применение. А ты про какого? У Катэкши говоришь. Опыт, у него есть единство созерцаний и применение рассудка. То есть, он называет опытом. То есть, когда, как ты говоришь, суждением всеобщим, на основании каких-то единичеств высказанным, вот это называется у него опытом. Ну, а как вот, как на основании единичности высказать суждение? Вот это непонятно. Ну, вот, например, я этим занимался, говорю, Юн, там, он же так и говорил, что как вот, на основании того, что одно предшествует другому, мы делаем вывод, что одно причина, а другое следствие. Нет, тут и про причинно-следственную связь. Нет, я даже просто, как наименовать? Вот, нет, вот, я к тому, что, ну, вот. А мне кажется, ты неправильно к делу подходишь. Может, неправильно, но, допустим, есть, как бы, у меня понятие кота. Вот. Есть понятие кота. Вот я сталкиваюсь с котом, я называю его котом. Да? Я, как бы, вот как это происходит? А вот как это происходит? А я думаю, что изначально у тебя было понятие кота, и изначально, как бы, ты научился это понятие соотносить с какими-то пушистыми, ходящими там, ушастыми, понимаешь? То есть, мне кажется, что здесь не произошло так, как вот обычно разрушают. Сознание открыло глаза, иначе мы изучаем. Это понятно. А изначально ты живешь в мире понятия, а потом ты... А как я... Тебя научили, извините. Хорошо, научили, но вот чисто механически, уже зная, что такое коты, имея понятие, все-таки понятие это не кот, понимаешь? Дальше, вот как вот я их совмещаю? Как я совмещаю, как я накладываю, там, не знаю, как я... Ну, понятие кота ты, наверное, накладываешь по привычке. А вот представь себе, что какой-нибудь объект какой-нибудь, которого ты никогда не видел. Ну, там, непонятно что. И тебе надо о нем что-то высказать. Что можешь о нем сказать? И можешь сказать слово «нечто», там, «светящееся», я пытаться описывать его, но все равно тебе к нему будет трудно... Да нет, я просто к тому, что вот именно здесь загадка лежит. Вот, как бы, ну, какое-то чудо, там, не знаю, загадка лежит здесь. Вот, в том, как... Ну, здесь соприкасается вот, как раз реально идеально вот эта граница. Так, а я говорю, но это сознано, даже мы же говорили об этом сегодня. То есть вот здесь они должны совместиться? Да. Сознание садится, на котором все совмещается. Здесь все сработало, здесь как бы... Обосрялся. Здесь нечто. И так далее. У Канта это называется вот общее поле, это трансцендентальная схема, это то поле, на котором понятие сходится с известанием, ну, с единичностями. Я это называю, как бы, вот, у него оно времени почему-то является, а я говорю, что это и есть сознание, и вот на базе сознания происходит с единичностями. Если уж, как бы, так, когда пытаются обосновать науку, ведь в это и упираются, в конце концов, да, там, эти пистомиологи, ну, может быть, как бы, у них нет такой базы, там, философской. Вот, ну, хотя, как бы, ну, вот, Кант по-своему делал, но это неудовлетворительно. То есть, упираются в то, что доходит, как бы, до ситуации, там, этого экспериментатора в лаборатории, у него есть какой-то теоретический багаж, вот, но ему нужно вынести вот это, так называемое, базисное осуждение, единичное осуждение об единичном опыте, что вот здесь и сейчас, в это время, там, произошло то-то и то-то. Ну, вы сказать, это все нужно, как бы, на вот этом, там, языке теории, там, не знаю, на всеобщем каком-то языке универсальном. Вот, так вот, как, как бы, вот, видя там нечто, да, вот он что-то там видит, понимаешь, какие-то там. Знаешь, что у позитивистов это было проблем, каким образом теория, как всеобщая, да, там, не сводится до уровня эмпирического, как вот эмпирия, да, подводится под теорию. Они долго этим занимались, на самом деле, как бы пытались как-то вопросы дать, там, и язык у них там был, там, вот, посредники, в общем, там только не было. Там есть, как бы, вот, протокольные высказывания, они подводятся под высказывание теории, там, как бы, как-то там все проверяется. А самое дело, да, 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 и позитивисты, потом, с другой стороны, вот, эти постпозитивисты, они, как бы, просто с разных сторон двигались, да. Протокольные высказывания, это вот те же самые базисные. Это все, как раз, кантовская тема, понимаешь? Да, да, но я просто к тому, что, как бы, вот я, когда эмпистемологией занимался, я, в конце концов, в общем, пришел к такому выводу, что, в конце концов, неясно, как, как возможен опыт, то есть, между, как бы, теорией, вот, как только базисное высказывание теоретическое сделано, высказывание об опыте, все, дальше пошла эта дедукция попперовская, там, там все, как бы, можно дальше осуществить. Ты уже попал в сферу чистой логики и логических исследований. Ну, как перескочить? Ну, как перескочить? Как от данности феноменальной, конкретной, перейти, как бы, к логике, как высказывание это сделать? Вот это неясно. Только умением. И мне, как бы, да, и мне, вот, виделась там, какая-то, понимаешь, не, ну, умением, это, то есть, причем улокатоса... То, что нельзя парализовать. Да, улокатоса, улокатоса, да, я поразился, он, там, как бы, до этого дошел. Ну, вот, все описал, очень хорошо там пишет, говорит, а вот здесь, говорит, ну, на самом деле, здесь присутствует, как вот говорят экзистенциалисты, решение. Ну. И курсиво пишет. А это, как бы, моменты решения. Он, наверное, же, апистемиолог. И еще более скажу, есть же проблема скрытого знания, как бы, да, неявного. У Пола, не был тоже такой, этот, апистемиолог, он говорил, что на самом деле, вот, помимо всех этих вот формальностей, да, всех формализмов, всех вот этих теорий и так далее, существует нечто, что передается, как бы, вот, как бы, ученые передают из поколения в поколение. Да, вот, умение что-то делать, умение. Конечно, оно выражено, вот, буквально, в каких-то операциях. То есть, ты, например, умеешь считать, ты умеешь, там, как бы, там, что-то делать, там, как бы, подводить одно под другое, вот, как ты говоришь, одно понятие подводить под эксперимент. То есть, как бы, тебе учит это делать. Да. То есть, вот, это умение, его не формализовать, и оно всегда неявно присутствует, так как неявное знание. Просто ведь, да, я вот всегда, как бы, мыслял, что там разверзается, в итоге, ну, когда все это про себя продумал, что разверзается пропасть, между, так сказать, вот этим опытом непосредственным и высказанным. Сейчас я понимаю, что это не пропасть, а вот именно граница. То есть, вот, эта необходимость человека, здесь ключевая, присутствует, кадра, который пытается избавиться, то есть, вот, ну, наука шатко в том отношении, что, как бы, она все равно все-таки обязана, вот, этому свидетельству. А тебе не кажется, что вот ты просто, как бы, пытаешься опять все сердцем мышлении? Ты знаешь, я говорю, что есть общая база сознания, да, а чувство и мышление являются только способностью. А у тебя сейчас получается, что, как бы, есть проблема. Нет, и эстонологическая проблема, она, конечно, как бы, в рамках этой парадигмы знания, это понятно. Да, но в нашей-то парадигме, да, где сознание является общей базой, сознание так устроено, что оно одновременно видит и общее, и единичное, одновременно. Ты видишь кота и как понятие, и ты видишь кота и единичное. Еще раз, я говорю, человек как граница, вот тут откажешься. Да, именно человек. Я только что это здесь сказал. Именно человек, да. Именно человек. Он и является тем способом, который невозможно формализовать, живой человек, настоящий, который может подвести любые понятия под конкретностью. Никто это сделать не может. Просто, как бы, почему, так сказать, невозможно... Почему как целостная, какая-то целостная личность. То есть, у него есть какая-то способность это сделать. Это называется у Канта способность суждения, между прочим. То есть, способность каким образом можно подвести понятие под единичное созерцание. Вообще говоря, видишь, как Кант, получается, несмотря на все, как бы, там, его, может быть, иную, как бы, темность, да, он, на самом деле, видишь, как много все-таки сделает. Какие-то задал координаты, задал парадигму, там, и тем не менее мы постоянно к ней возвращаемся. И наука к ней возвращается. В общем, не Гегель, опять же, в общем-то, Гегель, который, как бы, казалось бы, более продвинутый с отношениями к Канту, он просто убежал немного в другую сторону, как бы, он науки с Гегелем не по пути, в общем. Потому что Гегель занимался другими. У меня ощущение, что он, знаешь, так, замыкает круг. Ну, Гегель теолог, на самом деле, если честно. Гегель, скорее, ближе вот именно к религии, там, что-то вот к этому роде-то. Потому что вот его тотальность мышления, это что-то такое из области... Уже не надо говорить, что в культурном мышлении есть не что иное, как мистика. Он потом объясняет, конечно, это не та мистика, которая, там, какие-то чудеса, конечно, но он имеет в виду, как бы, если так вдуматься, на самом деле. Это действительно натуральная мистика. Италия. 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 Продолжение следует...